Всем привет! На канале Александр Эмбрес. Сегодня к нам в гости попала самая дешёвая болгарка из сети OK. Практичный выбор. Модель KPAG 0501. Вот такая вот. В комплекте с чудо-аппаратом идут прижимные гайки, верхняя под узкий хват, очень тоненький ключик для откручивания оснастки, ну прям очень хлипенькая дополнительная рукоятка, защитный кожух под 115 миллиметров и пара запасных щёток. С комплектацией разобрались, теперь за сам инструмент. В него встроена блокировка вала для быстрой смены оснастки. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, как тщательно подогнаны детали. Также в болгарке имеется включатель с предохранителем от непреднамеренного включения и с фиксацией. Длина провода от пыльника до вилки примерно метр сорок пять. Провод дубовый. В корпусе редуктора предусмотрено два крепления для дополнительной рукоятки. И кстати, для сравнения. Рукоятка курильщика, рукоятка здорового человека. Кстати, обратите внимание на литьё. Всё восьмёркой. И нет, это не для лучшей эргономичности. Ну да ладно. Заявленная мощность 400 ватт. Судя по весу, больше тут не будет. Обороты 11 тысяч в минуту. Максимальный диаметр круга 115 миллиметров. Диаметр посадки защитного кожуха 38 миллиметров. Ну что, предлагаю взвесить это чудо техники, а затем проверить люфт, зазор и балансировку. Вес болгарки без учёта провода 1 килограмм 6 грамм. С учётом провода 1 килограмм 106 грамм. Гайки весят 69 грамм. Защитный кожух 118 грамм. Допрукоятка 26 грамм. Зажал в гайке ключ и давайте проверять люфт. Значит, не прилагая никакого усилия, еле дотрагиваясь двумя пальчиками до ключа, я уже вижу люфт. Теперь посмотрим на зазор. Ну и наконец-то проверка балансировки. Как всегда беру чистый листик, проверяем, на ней ничего не наклеено и вперёд! Балансировка почти идеальна. Шутка, конечно же, насчёт почти идеальной. Но, скажем так, встречались мне инструменты и с балансировкой похуже. Вот так. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Для начала, как всегда, лезем к щёткам. Первое, что бросилось в глаза, ребята, это алюминиевая шахта. Да, да, да. Такое, конечно, встречается редко. Ну, обе, естественно. Вот как щётки выглядят вблизи. Размер их 5 на 8 миллиметров. Сделаны они из обычного карандашика. Почему карандаш? Да, потому что я люблю читать комментарии о том, что я не знаю русского языка. Включатель в болгарке стоит самый простейший. Но, кстати, не самый каличный. Потому что в подделках, прям жестоких, я видел вообще включатели на один контакт. На одну контактную пару. Ладно, щётки достали, включатель посмотрели. Теперь откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Раскрутили и вскрываем. Красота! Эх, гляжу я вот на это произведение китайского искусства и прям ностальгия. Если вы меня давно смотрите, то я думаю, вы на канале уже видели ролик под названием Суперподделка ужас, а не инструмент. Так вот, там примерно такой же якорь, но там понарисовывали бешеные ваты. Здесь у людей хотя бы есть совесть и они написали 400. Статор, как и якорь, огромного размера в кавычках. Ух, ребят, не смог сдержать своё любопытство и царапнул обмотку. И что вы думаете? Она алюминиевая. Ту же процедуру повторил с якорем и в нём медные обмотки. Ладно, давайте рассматривать. У коллектора никакого литья нет, брони нет. Что на статоре, что на якоре. Ни о каких лабиринтных уплотнениях даже близко не идёт речь. И подшипники неизвестной мне фирмы. Снизу у коллектора стоит 608 и вроде бы фирма-изготовитель Тань Юн. Ребят, как думаете, подшипники китайские или нет? И, кстати, сразу обратите внимание на литьё самого вала. Вот здесь прям такие... Как это обозвать-то? Щербины, короче. Неровный он, некрасивый. Гляжу на этот вал и мне он напомнил подделку на деволтовскую болгарку, на которой я снимал отдельный ролик. Ссылка будет в описании, можете заценить. Ну а мы лезем в редуктор. Раскрутили и вскрываем. Ну, скажем так, это далеко не самый хорошо смазанный редуктор, который я видел в жизни. Смазки объективно очень мало. Её даже не хватает, чтобы пустоты забить. И она вообще прям густая. Какая-то солидол непонятный. Ну, короче, такое себе. Ладно, со смазкой я думаю всё и так понятно. Так, теперь давайте смотреть. Шестерня держится только на шпонке. Никаких дополнительных фиксаторов здесь нет. Кстати, здесь тоже стоит 608 подшипник. Внутри корпуса редуктора стоит втулка 8х12 мм. И теперь, ребята, обратите внимание на этот след смазки. Он нам показывает, насколько глубоко вал входил во втулку. Примерно на 3-4 мм. То бишь, всей площадью втулка не работает. Что, ну блин, косяк однозначно. Ну как так-то, а? Что я смотрю на всё это и у меня возникает вопрос. В чём конкретно заключается практичность этого выбора? Ладно, снимаем стопорное колечко и снимаем ведомую. Как видите, опять тот же производитель подшипников. Но на этот раз 6000 подшипник. Теперь взглянем на крышку редуктора. Обратите внимание на эту огромную щелищу. Через неё в буквальном смысле можно прочитать, что за подшипник и какая фирма изготовителя. А представьте, как классно через эту щель прёт пыль. Короче, защиты от пыли вообще от слова совсем нет. Но это, я думаю, мало кого удивило. Кстати, перевернул шестерёнку и она немножко ржавая. Напильник берёт очень легко. Не, ну как бы давайте будем справедливы. Шестерни как в обычной дешёвой болгарке. Ну вот, в принципе, детальки и закончились. И давайте перед тем, как я начну её собирать, полюбуемся на облой. Он везде здесь и причём торчит так не слабенько. Здесь в воздуховодных отверстиях. И кстати, кто обратил внимание, что здесь нет воздуховодного кожуха диффузора. Корпус редуктора тоже это сплошной облой. Ну и сам по себе, обратите внимание, какой тоненький. Ах, не знаю. Ну да ладно, это в принципе всё меркнет. Когда видишь, сколько, грубо говоря, не домотали до адекватного якоря. И кстати, да, чтоб вы понимали, вот новая болгарка. Вот так вот звучит подшипник. И он когда крутится, немножко в руку отдает вибрация. Чуть-чуть так. Но тем не менее, такое ощущение, что он бушный. Хотя она новая. Я вот её прямо сейчас первый раз на камеру разобрал. Практичный выбор. И вот эта болгарка стоит примерно 1690 рублей. Я в начале ролика осветил ценник. Это, грубо говоря, 22 в плюсе доллара. Блин, так у меня недавно выходил обзор на самую дешманскую болгарку из линейки Black & Decker. Так там и намотка якоря адекватной. И сама по себе болгарка, я уверен, что хоть что-то отработает. А здесь... Не, ну якорь как бы возможно чуть-чуть больше, чем у меня на 4000 дремеле. Но это не точно. И это назвали практичным выбором. Блин, ребят, короче, провожу небольшой интерактивчик. Вам срочно нужна дешёвая болгарка. Чтобы вообще по мелочи кое-что там сделать. И будет она лежать. Вы покупаете вот эту за 22 бакса? Или всё-таки покупаете Black & Decker за 28 баксов? Обзор можете по ссылке в описании посмотреть. Пишите в комментариях. Вот блин, реально интересно. Ладно, детали закончились. Давайте это собирать. Начнём с передней крышки редуктора. Берём нашу шпонку. Макаем в густую смазку, благо её искать не надо. И ставим шпонку на место. Затем берём ведомую шестерню. И устанавливаем. Вот так вот. Накрываем стопоркой. И готово! Берём корпус электрики. Берём резинку. Закидываем и поправляем. Затем чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И вставляем. Есть один плюс всё-таки в этой болгарке. Ты никогда не забудешь поставить диффузор. Ведь его здесь нет. Прикрутили корпус редуктора к корпусу электрики. И устанавливаем крышку редуктора. Обязательно покручиваем. Для того, чтобы зуб не попал на зуб. Якорь установлен. За ним можно ставить и щётки. Установили щётку в шахту. Накрыли пробкой. И крутим сначала в обратную сторону. И только после щелчка в нужную. Зажимаем без фанатизма. То же самое со второй. Берём включатель. Ставим в нужное место. Ставим на включатель тягу. Убеждаемся, что нигде ничего не мешает. И аккуратно устанавливаем верхнюю крышку. Прикручиваем. Вот мы наш чудо техники и дозабирали. Давайте проверять. Блокировка вала. Работает. Офигенная болгарка. Сейчас небольшой тест. Демонстрация силы этой болгарки. Бешеной силы. Я её спокойно могу рукой остановить. Она не запустится никак. Уже запахло жареным. Поэтому продолжать не буду. Ну а теперь, что я могу сказать по поводу этого чудо техники. Комплект. Особенно рукоятка и ключик. Вау. Но зато щётки есть в комплекте. Зачёт. Провод дубовый и короткий. Кнопка. Щётки. И шестерни. В принципе, обычные. Типовые. Как стоят в дешёвых болгарках. Ну нормально. Сойдёт. Для бытовья. Двигатель. Вообще никакой. Для болгарки, на мой взгляд, 400 ватт это очень мало. То есть при малейших нагрузках ему капец. Ну и руками остановить могу. О чём тут ещё говорить. В принципе. То есть якорь намотан вот так вот. Как бормашинка. Статер намотан так же. И ещё и алюминием. Даже шахты эти алюминиевые. То есть 400 ватт для бормашинки норм. Для болгарки, на мой взгляд, хрень. Корпус редуктора сделан из тоненького алюминия. То есть какое-то падение малейшее. Я думаю ему кикоз. Втулка вообще вне конкуренции. Как можно рассчитать, чтобы втулка работала половиной, либо третью своего тела. Ну я честно говоря не знаю. То есть какие-то малейшие нагрузки её разобьёт. Потому что она толком то вала не касается. Ну как надо. Красота. Ну и смазки, естественно, тут мало. Короче, на мой взгляд, ну блин, это не совсем инструмент, наверное. Вы посмотрите, ребята. Супер подделку, ужас, а не инструмент. Да, видос старый, хреновый. Мне самому его уже неприятно смотреть. Но тем не менее, он до сих пор актуален. Там вот примерно такая же болгарка. Но она вроде бы стоила то ли 14, то ли 15 баксов. Но насколько помню, на той болгарке было написано 1200 или 1400 ватт. Вообще взрыв мозга, блин. Ладно, не суть. Если хотите, переходите по ссылке в описании. Но предупреждаю ещё раз. Это один из первых роликов. Его качество. Примерно как качество этой болгарки. Надеюсь, что все мои зрители могут себе позволить пускай не самый дорогой топовый инструмент, но хотя бы адекватный бытовой. А чтобы узнать какой из этого инструмента адекватный, что надо сделать? Правильно! Подписаться на канал. Поделиться всеми роликами. Ну и хватит. Подписаться на канал. Продолжение следует...